всем привет рада наконец-то поприветствовать вас на моем канале давно не снимала последнее видео выходил по моему раскрашено за первые три месяца этого двадцать четвертого года вот но честно говоря я поможет и хотела бы что-то снять но раскрашенных работ мало соответственно и видео тоже не было ну если вам интересно следующем видео я сниму такой небольшой апдейт по каналу что планирую снимать что уже сняла и монтирую в общем если вам интересно то смотрите следующее видео и так ну давайте хоть работ и мало начнем с принцесса за эти пять месяцев мы остановились по на русалке ее и показывала так здесь у нас тяна а здесь все маркеры и небольшая работа как доработка карандашами здесь я тестировала хрома флоу у меня наборная 72 а на фоне питье видите фиолетовые поблескивает зеленым это тинтура тинтура цветущая картония вот я даже и макияж делала на глазах тинтура и классно смотрится блин принцесса приближать это конечно страшно у меня камера на телефоне она очень сильно делает акцент на тех местах где получились какие-то шероховатости где я не забландерила на этой бумаге сложно все забландерить поэтому при всем желании так что здесь еще было ну вот еще на этих завитушечках был клей клей с блестками детский ну и немного ручек для украшений на юбке так что еще рапунцель она как-то так сверкает наверно и наверное на моя камера просто сойдет с ума так здесь маркеры для подложки дорабатывала я это все тоже по моему хромофлоу если я не ошибаюсь вот сейчас здесь много всего было из блестяшек на фоне тинтура какая-то из но это не просто тинтура конечно на плотную подложку потому что она вряд ли вот так прям ляжет для круга стиклс красный все остальное это гелевые ручки с блестками немного глоссе на глазах но она как-то просеет я вот люблю знаете или фон делать каким-то блестящим но минимум делать блестящих элементов на одежде либо наоборот здесь как-то все лучшее сразу хотя вот эти вот солнышко и вот эти ленты это же элемент фона а у нее на платье не так уж сегодня много типа баланс соблюден так вот такая принцесска две работы не две работают тоже неплохо так дальше у нас о рита я начала ее книгу про африку и здесь впервые для себя всю работу сделала альбракт дюрер с размытием я никогда раньше так не делала ну то есть либо доработка либо еще что-то было другими карандашами здесь только альбракт дюрер единственно что после первого размытия я еще дорабатывала теми же карандашами но уже в технике по сухому и я помню что мне не очень понравилось что белый карандаш очень высветлил пятнышки на леопарде поэтому я пятнышки чуть-чуть углубила с помощью сакура микрона по-моему да как она называется пигма браш ну не микрону а просто сакура пигма брашу вот такого винного оттенка не черного как-то прям выделяется красным теперь ну окей пусть так и будет давайте чуть поближе стиль риты это конечно это любовь мне очень понравилось единственное что немного я пока пока не нашла подход но здесь видно да по вот этим вот листиком что я вдохновлялась стилем рита ее таким многообразным очень ярким но это только процесс да моего пути к ее книжкам вот буду дальше экспериментировать книга очень классная вот так дальше дальше чудесная книжечка спукин тоже кстати я начала для школы магии задание у нас было приручение фантастического животного или не приручение я уже сейчас выдумываю это вот мои могут быть фантазии но что-то про фантастическое животное там точно было потому что я выбрала эту картинку исключительно не из-за бокала вина нет нет а из-за вот этого спящего дракоши здесь все раскрашено маркерами единственное что была небольшая доработка доработка была карандашами скорее всего хромофлоу вот ну то есть я их в принципе активно тестировала и во многих работах и использовала да вот ну кстати до сих пор не приняла решение покупать ли мне большой набор хромофлоу или нет просто потому что мне некуда его положить ну я выпинала храню карандаши так наверное такого вопроса и не стояло ну если честно есть карандаши которые я использую чаще чем хромофлоу поэтому посмотрим так и кстати здесь еще ручка вот видите на дракоши на кресле на бокале чуть-чуть на лампе давайте поплеер вот вот такая кота ведьмочка или кот ведьмак ххххххххх получился классная книжка мне очень понравилась единственное что в ней невозможно использовать аквариель к сожалению ну у нас есть много других материалов кстати первый раз использовал вот этот вот эффект с разноцветными карандашами на темном фоне хромофлоу кстати ну посмотрите интересно как смотрится да вот Вот. Дальше поехали. Мария Тролли тоже начала новую книгу, представляете? Притом, что у меня есть книги, которые куплены больше 4 лет назад, и они до сих пор не начнут. Ну, окей. Эта книга куплена в этом году. Спуки, кстати, тоже. Ну, в общем. Так. Мария Тролли. В этой картинке я использовала много карандашей. Начинала я Пабло. Они мне не понравились. Продолжала постками. Они как-то странно себя вели. Вот. А потом здесь еще и лайтфасты. И... По-моему, все, да. Эти три марки. Больше всего мне понравились лайтфасты. Но... Мне даже пришлось использовать блендер, чтобы все заблендерить. Ну, тут, честно говоря, дело не в бумаге. Бумага мне очень понравилась. Прикольно. Вот. Дело в той технике, которую я выбрала для этой картинки. Давайте чуть-чуть поднесу поближе. Единственный момент, где я использовала белую гелевую ручку, это для этой звездочки, которая является главным действующим литом этой книги. И для лягушечки. Наверное, я вообще не буду скрывать здесь контуры в этой книге. Мне кажется, она такая стилизованная. И для этого стиля эти контуры нужны. Потому что, если скрывать эти контуры, то мне надо уже как-то по-другому эту картинку раскрашивать. Вот то, что я хотела сказать. Ну, а так вроде ничего. Так, дальше поехали. Тоже новая книга. Очень мне понравилась эта книга. Была листалка на моем канале. И я на сих пор в восторге от этого не вернусь. Не могу. И вот такое оно бесполучилось. У нас был совместник в сундучке колориста, группа ВКонтакте. Почему-то я увидела его в такой гамме. Сделала подложку маркерами. Дорабатывала карандашами. Но вот здесь, кстати, какие карандаши я использовала, я уже не помню. Но так как я постоянно тестировала хромофлова в то время, ну, может быть, это они. Ну, не факт. Какие-то интересные фиолетовые. Такое ощущение, что и призмы тоже тут где-то прибегали, да? Ну, как-то вот с фиолетовые навевают. Ну, не знаю, лично мне. Вот. И, конечно же, гелевые ручки для доработки деталек. И вот тут на украшениях, на фоне, на одежде. Ну, много где. Эта книга мне нравится все больше и больше. Очень хочется раскрасить в ней еще какую-нибудь картинку, но руки не доходят. Но джет надо идут в какой-то момент. Так, давайте закончим это видео керпи. Ой-ой-ой. Ага. Так. Это была русалка тоже для школы. Высший колористический в нашей сундучке. Здесь был экзамен, или не экзамен, но общепрогулка с морскими существами. Вот. Все параллельно с этим заданием у нас была встреча колористов, где мы с девчонками решили вдохновиться картиной садков и выбрали для себя некие цвета, которые можно было бы из этой книги использовать. У меня, конечно, все пошло немного в сторону. Хотя фон начался, в принципе, нормально. Но сейчас я смотрю, как это вот светловат. Ну, не знаю, как на камеру. Ну, камера чуть-чуть делает темнее. Особенно, когда я вот так сделаю. Она вроде как делает. А когда я на свету смотрю, я же сама тоже под лампой смотрю, то мне как будто светловат фон. В общем, идеально было бы и раскрашивать, и снимать в преддневном свете, но не всегда получается. А так, значит, здесь все раскрашено призмами. Единственное, что я дорабатывала пидпенами от Faber-Castell, углубляла тени, потому что я разучилась призмами красить. Вот, еще здесь я на самой русалке. Вот эти все блестяшки. Ну, не все, но некоторые. Это акриловые блестки от Халбайн. И также я еще использовала гелевые ручки. И не только блестящие, но и матовые маранди. Чтобы скрыть контуры, ну, чтобы, вот, знаете, не было прям излишнего сияния, потому что, ну, как-то вот она же все-таки на глубине, да? Ей вроде как не надо так светиться. Но я постаралась выделить вот этот вот сундук. И, типа, что он блестит, и все вокруг него блестит. Ну, и также и постаралась обыграть этот момент с помощью именно раскрашивания такого освещения. Пузырьки потом я доработала акриловыми чернилами. И все, пожалуй, в этой картинке. Да, все сказала. А, самое главное, я уже перерисовала ей лицо. Да, это была переделка. Переделка. Здесь все было замаскировано акрилом Таир. И здесь, получается, я полностью закрасила лицо и рисовала его заново. Ну, вот так получилось. Давайте поближе все покажу. Мне кажется, когда я красила картинку, призмы выглядели ярче. Но это было, честно говоря, давно. Все могло измениться и в моем восприятии. Так, ну что, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что скоро увидимся на этом канале. Пока-пока. Пока.